Друзья, всем привет! Сейчас будет просто шок-контент. Поговорим про Берлускони и Путина, про то, как один другому дарил постельное белье с изображениями их обоих, а второй ему кровать. Почему друг Берлускони называет их отношения психологической гомосексуальностью? Ну и просто шок, как Путин *** сердце и отдавал его Берлускони, а тому стало плохо. Друзья, на самом деле интересное видео. Подпишитесь, пожалуйста. Такие подробности, о которых вы не слышали. Сейчас я вспомню некоторыми широкими мазками про Берлускони и его дружбу с Путиным. Но вы пишите, пожалуйста, в комментариях, что вы бы хотели, какие еще нюансы вы помните из скандала с участием Берлускони. Может быть вместе с Путиным, может быть без него. В общем, интересное видео, интересная тема и многое говорящее не только о Берлускони, который уже давно скончался, ну как давно, в прошлом году, а пока еще, к сожалению, живом Путине. Так что не забудьте подписаться, комментируйте это видео. Поехали. Итак, почему мы вдруг сейчас вспомнили? Дело в том, что бывший сенатор от партии Берлускони Чикито дал интервью и поделился своими воспоминаниями о Берлускони, в том числе об отношениях между Берлускони и Путиным. Отношения эти он назвал ни много ни мало психологической гомосексуальностью, что они восхищались друг другом, и Путин считал Берлускони гением, магнатом, ну он действительно был магнат и телевидение и все, яркая личность. То есть Путин, конечно, на этом фоне такая серая кагабистская мышь, наверное, этим он и восхищался, экстравагантным итальянцем. Ну а экстравагантный итальянец был настолько экстравагантен и сам в связи с мафией, ну сейчас вы чуть услышите, веселый чудак был, что ему вот этот типа образ, что он, значит, дружен с российским тираном, ему это, я думаю, было, знаете, как его коллекции прекрасных там разнообразных девушек, к сожалению, в том числе вплоть до несовершеннолетних, да вот в его коллекции была и вот эта вот психологическая гомосексуальная связь с Путиным. В общем, вот такая история, ну чтобы вы понимали, действительно, у них такие были своеобразные взаимоотношения, например, Берлускони подарил Путину постельное белье с изображением их рукопожатия, а Путин подарил Берлускони кровать, на которую Берлускони любил приглашать подруг, причем разнообразных. Вообще, история Берлускони и его отношения с женщинами, это яркая история, чего стоит только, когда одна из эскортниц, который также с ним сотрудничали по происхождению арабка, была задержана полицией, по-моему, в подозрении о хранении наркотиков, то он сам позвонил в полицейский участок и сказал начальнику участка, что ее нужно срочно отпустить, потому что она племянница Мубарак, а тогдашнего президента Египта. Представляете, премьер-министр звонит в полицейский участок и говорит, что лицо, лицо этого начальника полиции. Ну, к чести Италии, это только стало скандалом, а полиция должна исполнять закон, а не команды кого угодно. Ну, в общем, Берлускони, я думаю, давайте в двух словах. Сильвей Берлускони в прошлом году скончался в возрасте 80, на 86-м году жизни в Милане в июле прошлого года. И до этого один из богатейших людей Европы. В 94-м году стал в первый раз премьер-министром Италии, тогда он стал первым миллиардером премьер-министром. Многие, кстати, сравнивают его потом с Трампом, тоже миллиардер-президент. Дальше он еще трижды возглавлял правительство, был хозяином футбольного клуба «Милан» 30 лет. Занимался бизнесом разнообразным, расследовались, его обвиняли в отмывании денег, неуплате налогов, связи с мафией. В итоге только по налогам он дело проиграл. Ну и вот, когда он был премьером, то дружил он еще и с Путиным. И вот Путин, покажу вам видео сейчас, как Путин просит почтить минутой молчания память замечательного Берлускони. Послушайте. Я прошу прощения у аудитории. Вот совсем недавно из жизни ушел бывший премьер-министр Италии господин Берлускони. Он многое сделал для того, чтобы выстроить нормальные, долгосрочные отношения между Россией и странами НАТО, о чем бы упомянули. Это был очень светлый человек и очень деятельный, энергичный. Я без всякого привлечения считаю его такой личностью мирового масштаба. Если меня не... Я прошу прощения у аудитории. Я бы попросил почтить его память минутой молчания. Ну, а теперь история, которую рассказал Чикита, и, собственно говоря, о которой стал... Который бывший итальянский сенатор Чикита, и который стал основанием, что вы сейчас слушаете этот блог. И так рассказал он, кроме того, что он охарактеризовал их отношения как психологическая гомосексуальность, кроме этого он рассказал такую историю, что в 2013 году Берлускони был у Путина в гостях, и они пошли зимой на зимнюю охоту. У тебя Берлускони к ружью никогда не прикасался и к оружию. Ну, значит, с Путиным, знаете, российская такая специфика, тиран русский, снег, охота. Ну, любил такой Берлускони, отказаться от похода совместного не смог. И вот, когда они там где-то шли по снегу, то на них там загнали двух косуль. И Путин увидел и говорит, стреляй, вот одна твоя, одна моя. Но Берлускони отказался стрелять и сказал, что он ни в кого не стреляет. Тогда Путин убил обеих косуль, а потом они спустились к ним. И прямо на снегу Путин четвертовал одну из них, достал из нее сердце, и к нему подбежала там прислуга с деревянным подносом. Путин положил сердце, кусок мяса, дымящийся, на этот поднос и сказал, вот сейчас будет такая еда, которую ты никогда, такое мясо, которого ты никогда не пробовал. Берлускони стало физически плохо, он убежал за деревья, там его стошнило. Это история, которую Берлускони рассказал Чикита. И вот теперь Чикита поделился этой историей. Ну, действительно, в этой истории на самом деле все, весь Путин. Ну, вот это все безумное, российский тиран, прислуга, охота, косули, сердце. Ну, вот все как из каких-то, знаете, еще должна прислуга, голливудские фильмы, должен с таким акцентом американским говорить, да, кажется. Но на самом деле это все реальность, и это российский император, и эта зомби империя продолжает существовать, убивать, вырывать сердца и съедать их. Это то, что они сегодня делают с украинцами, то, что этот Путин, нелюдь, делает с украинцами. История очень показательная. Ну, а по команде нелюдя, который, как вы видели, только что просил минуту молчания о Берлускони, его любила и российская пропаганда. И послушайте, что она говорила. Ну, согласен, да. Кстати говоря, об этом итальянские газеты пишут, в том числе, что Берлускони, как бы, да, это, ну, последний, так сказать, политик такого масштаба, при этом действительно реально проитальянский. То есть отставающий национальные интересы, а не вписывающийся вот в эту глобальную, как бы, кашу, глобальную элиту, особенно вот эту европейскую, ее современную, как бы, да, значит, часть, в которой вообще личности почти не осталось. Ну, вообще просто не осталось, и все. Да, он был скандальный. Да, вот они с Трампом немножко похожи. Да, так сказать, вокруг него там было всяких разных, там, может быть, он там местами, как бы, чудил сильно, как бы, тоже слегка сошелся с ума. Да и богат он был на неприличие, надо сказать. Да, ну, и такой, так сказать, престарелый ловелас там все эти, так сказать, эскортницы и все остальное. Ну, да, это все, все это было. Но он был довольно крупной фигурой европейской политики, вот, которых вот таких уже сейчас на сегодняшний момент просто не осталось. Потому что в основном современные, так сказать, европейские политики – это клерки. Это клерки, причем совершенно не самостоятельные. Это такие-то тоже, знаете, овощеподобные андроиды, которые, это самое, находятся в рамках чужой политики. Ну, Макрон вот пытается еще что-то такое выеживаться, да, вот, тоже строит из себя там Тартаньяна непонятного. Но, по большому счету, и он не таков, да. Не буду я там Берлускони сравнивать с людьми там из 20 века, но, в общем и целом, да, наверное, в итальянской политике, да и в европейской, он один из последних таких вот крупных фигур, которая ушла вот из жизни там, да, вот. И, по большому счету, замены-то, на самом деле, не видать. Да, вот любил Путин Берлускони, а значит, и будет его любить российская пропаганда. Но, повторюсь еще раз, в истории, которую рассказал Чикита, в ней просто все. Все об этой империи, все об этом императоре, и об этом мировом позоре, и мировом зле, которое должно исчезнуть как можно скорее. Вместе со всеми, кто его любил, Берлускони ездил в оккупированный Крым уже после его оккупации. Какие-то странные заявления делал, что Россию там надо дальше любить, понимать, и мир, и прочее. В общем, психологическая гомосексуальность, так это назвал отношения друг Берлускони Чикита. Друзья, ну а мы держим строй, поделитесь этим видео, и пишите в комментариях, какие еще истории вы помните, и что вы обо всем этом думаете.